у вас есть внутри компании конкуренция за ресурсы часто и в итоге там да есть люди которые напрямую не заинтересованы в вашем проекте ровно только потому что они претендуют на те же самые ресурсы что и вы мне всегда казалось что люди которые обладают стратегическим мышлением или вот они стратегии это прям самые поделюсь своим ощущением самые счастливые люди там есть например дистрибьюция продажи может быть стратегия продаж и маркетинга привлечения то есть там есть еще спай под стратегии у меня внутри такое резюме рождается что полномочия это не мое какое-то там наследство да это мой ресурс нет ничего ужасного если есть человек со стратегическим видением который понимает как системно там улучшить продукт ну сильно почему-то на рынке есть иллюзия что стоит тебе шагнуть за пределы компании и там уже совершенно другой прекрасный рынок фриланса и все тебе ждут что отличается моей точки зрения лидеров от исполнителей у лидеров есть своя собственная точка зрения юля привет 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 всем вы смотрите подкаст ближе к смыслу сегодня у нас снова бизнес тема и у нас в гостях потрясающие гости это спикер и консультант по продуктовой стратегии здесь очень много на самом деле важных слов для бизнеса и давайте спросим у юля немного о том что это значит консультант по продуктовой стратегии спасибо за приглашение очень приятно тебя видеть да именно давай попробуем рассказать мое понимание этого вопроса возможно исходя из своего бэкграунда я долгое время работала в различных корпорациях прежде всего это финтех и телеком и занималась там в принципе стратегическим планированием один прекрасный момент я осознала что сама по себе тема стратегического планирования управления она для многих людей не до конца понятно она скорее завуалирована какими-то общими терминами знаешь там например методологиями свод анализа еще чем-то какими-то матрицами бсг в общем и как кажется очень часто людям что стратегия это нечто чем учат на курсах mba чем владеют какие-то супер консультанты из макинзи да из других консалтинговых агентств короче говоря она очень не приземленная но при этом она очень важная и я поняла что имеет смысл чуть демистифицировать в эту тему и донести ее понятным языком до аудитории прежде всего аудитории менеджеров руководителей там управлений подразделений короче говоря людей которые отвечают за бизнес и поэтому нашла для себя эту нишу она прежде всего ориентирована на как раз те которые начинают задавать себе вопрос а как добиться долгосрочного бизнес результата и что для этого нужно сделать и с точки зрения непосредственно там допустим исследований постановки задачи с точки зрения реализации и я увидела что действительно есть этот запрос он популярен как раз у senior менеджеров прежде всего и людей которые хотят стать синирами потому что первый вопрос который им задают на собственно их руководители это окей хорошо дай мне план как ты добьешься успеха родмап нарисую но только под словом родмап и план все понимают очень разные вещи поэтому мне кажется моя миссия это выстроить какое-то общее понимание сделать стратегическое управление actionable применимым отойти от каких-то универсальных фреймворков которые в принципе очень сложно какую-то практическую область перевести и развивать продуктовое мышление системное продуктовое мышление структурное скажем так у сообщества вот очень интересно звучит потому что здесь есть два очень важных слова это продукты стратегия и кажется что это две вещи из которых может складываться успех вообще любого бизнеса ты говоришь о том что твоя аудитория это senior менеджеры ну вот я тебя слушаю мне кажется ну согласны ли ты с тем что хороший фаундер или там предприниматель его успех определяет с тем стратегически он мыслит или нет что такое стратегически мыслит или нет да что такое вообще стратегическое мышление это какое мышление тут можно долго разговаривать на тему каких-то атрибутов стратегического мышления вот я считаю что как бы то ни было это навык которым можно обучиться да с одной стороны можно сказать что как же посмотрите на стива джобса и тому подобных визионеров которым не нужно было ничего делать вроде как не нужно было проводить исследования там выстраивать какие-то стратегии сценарное планирование все такое прочее может действительно не нужно было у них было просто чуйка но по моему опыту таких людей единицы и сейчас так как мои основные клиенты это все-таки компании корпорации сейчас есть очень сильный запрос на взращивание менеджеров а для этого нужно обеспечить им во первых правильную среду во вторых наделить определенными навыками компетенциями которые я уверена можно получить через обучение через практику ну и через собственно какие-то проекты а вот смотри интересный вопрос у меня возникает вот наличие понятных целей и стратегии от одной тоже или это про разные вещи цели является частью стратегия без цели в общем то нет никакой стратегии в целом она распадается да поэтому я бы сказала что это часть ну то есть условно говоря вот если я прихожу в компанию и первый признак того что у них есть стратегия это то что я могу понять чего они хотят какие у них ближайшие цели а не просто какие-то абстрактные там кипя и там хотим быть круче выше ну вот смотри просто цели по-разному форму формулируют очень часто есть компании которые формулируют цель ровно так как мы хотим быть топ-3 на рынке или топ-1 на рынке мы хотим или там завоевать долю рынка там в размере x рублей или x активных клиентов мы хотим рост прибыли рост выручки вот ну пожалуйста реализуйте делайте да и это спускается от топ-менеджмента на уровне команд на уровне там управления непосредственно самих сотрудников но вот у таких компаний нет стратегии ну да то есть условно говоря делайте хорошо и чтобы все было замечательно это типа не стратегия окей а тогда что же такое стратегия вот как понять что ага а вот тут уже значит вот тут уже стратегия уже что-то такое очень понятное конкретно ой что такое стратегия это вопрос сложный потому что определение большое количество ну как и во многих областях как и во всех верхнеуровневых понятиях ты можешь найти разные интерпретации мне нравится идти к истокам я всем советую почитать мэйкла портера на эту тему казалось бы да человек который жил уже прошлом веке да творил но в целом идеи до сих пор актуальны стратегия это некий план как мы достигнем долгосрочного конкурентного преимущества и мне очень нравится это определение потому что с одной стороны он достаточно лаконична с другой стороны там есть ключевые слова это конкурентное преимущество есть там нужно победить конкурентов и долгосрочное означает что он должен быть стабильным да то есть он должен быть воспроизводимым масштабируем долгосрочной перспективе вот поэтому если есть какая-то цель условно мы хотим стать там топ-3 на рынке и завоевать там долю рынка да то возникает вопрос как как и вот это как ответ на этот вопрос это как раз есть стратегический план который потом декомпозируется уже до уровня дорожной карты кстати кажется майкл портер сказал что стратегия это не тогда когда вы соревнуетесь а когда вы делаете что-то своим уникальным способом это как раз про преимущество да майкл портер в общем то можно сказать что он является основателем школы стратегического позиционирования и вот это вот правильно привела его вот стату если совсем процитировать точно то он сказал что важно не быть лучшим да а быть уникальным ну то есть что-то должно уникально отличать относительно конкурентов и вот это уникальное преимущество будет залогом успеха то что в продукте называют киллер фичами это не всегда фича это может быть преимущество в дистрибьюции преимущество в доступе к какому-то специфическому активу что-то что приведет к относительной норме прибыли выше чем ваших конкурентов интересно то что ты упомянул что ты работал в финтехе в телекоме и есть рынки такие вообще непонятные новые формирующие да заходишь и что хочешь придумай ты будешь там уникален и вот есть телеком да такой супер устоявшийся красный океан в котором у всех свои доли и вот интересно а что такое стратегия в телекоме и вообще есть ли там конкурентные преимущества и вот эти уникальные штуки смывают разные типы стратегии а если мы говорим про например таки отрасли как далеко то ее можно охарактеровать как зрелый рынок зрелый рынок у него есть особенности связанные с тем что там уже произошла консолидация и как следствие большинство игроков старается удержать свои позиции или дифферсифицироваться в новые рынки и поэтому там тоже стратегия она связана с тем что возникает желание да использовать уже накопленные активы стратегически для того чтобы либо защититься да то есть защитить свою прибыль либо выйти вообще в новые рынки за счет как раз диверсификации поэтому если вы посмотрите там самый известный самый большой телеком сейчас в России да то собственно по такой стратегии он идет вот другие телекомы они либо работают в низшем сегменте там да либо выходит стратегии просто защита своих активов и клиентской базы а защита это получается выход на новые рынки то есть задание каких-то диджитал продуктов или что такое ну тут тоже можно вспомнить еще одного известного визионера Кристенсона да который говорил о том что большинство зрелых компаний занимаются поддерживающими инновациями вот соответственно если есть стратегия защиты то скорее всего там поддерживающие инновации необходимы для того чтобы создать лок-ин эффект то есть условно удерживать свою клиентскую базу от переключения на продукты конкурента вот ну и соответственно снимать сливки с рынка получать прибыль да то есть глобально вот если разделить на стратегические ставки то это может быть ставка на непосредственно прибыль прибыльность а есть ставка на рост масштабирования и прежде всего выручку и новых активных клиентов вот есть компании которые выбирают в краткосрочной перспективе у них просто это реально стратегия получить прибыль а есть компании которые нацелены на краткосрочную стратегию масштабирование доли рынка вот есть разные как так причины по которым идут в ту или иную стратегию но мы очень хорошо можем видеть на рынке что они соседствуют эти две стратегии вместе да здорово что ты упоминаешь то что есть вот две эти важные разные цели потому что очень часто я думаю что у нас много продуктовых менеджеров смотрят и в этой среде как-то не различают что например рост оборот там ревень умау и прибыль это немножко разная история и вот тут важный наверное такой вопрос хочется тебе задать а вообще как ты думаешь и вообще есть ли разница в какой компании будет комфортнее развиваться именно продуктовому менеджеру человек который прям вот влюбился в продуктовый подход в ценность во все вот это ой какой сложный вопрос очень интересный я вообще против значит усредненного продукта тоже кстати да который значит придет и значит наведет порядок дело в том что это очень зависит от того что вы ожидаете получить то есть если вы ожидаете получить вот как в книжке написано линстартап да значит мы тестируем гипотезы мы такие все инновационные и так далее то лучше идти в либо стартап либо в спин-офф какой-то компании которая занимается стартап активностями всякими как раз выходом на новые рынки созданием новых бизнес-моделей и там как раз есть определенная задача связанная с исследованиями да кстати опять таки в зависимости того по какой методологии там работают все очень все очень по-разному вот но как бы то ни было там есть дух предпринимательства с другой стороны есть люди которые тоже называются продакт-менеджером но они больше склонны к системной деятельности проектной которым нужно все очень структурно скажем так задачи проекты сроки вот эти все вещи и таких намного больше по моим наблюдениям да но возможно у меня когнитивно искажена потому что мой опыт работы прежде всего от опыта работы в корпорациях да там как раз требуются такие хорошие хозяйственники которые могут и порядок навести там знаешь там и задачи поставить и за проектом следить вот и такие продукты прежде всего требуются в операционной деятельности то есть в продукте который уже нашли нашел продукт и находится на стадии масштабирования то есть там есть предсказуемые деятельности улучшения продукта который необходим системность необходима разработка необходима такие знаешь непрерывные улучшения метрик да но при этом не скачки то есть это не стартап активности когда значит сегодня у нас одно одна гипотеза завтра у нас другая послезавтра у нас пивот там вот то есть условно там более предсказуемая деятельность вот и ставки там ниже обычно ну то есть там не надо рассчитывать на какие-то кейсы с кратным ростом которые многие грезят все грезят кейсами с кратным ростом нужно очень хорошо понимать когда вообще возможен кратный рост да то есть что это за вот эта вот клюшка да кратный рост это значит способность возможность когда существует переломный момент какой-то в росте компании когда вот она начинается начинается с ранних там последователей у них собирается пользовательская база потом происходит что-то какой-то момент который иногда еще говорят product market fit да и при этом если у нас есть растущий рынок большой да то мы можем сказать что мы можем активно масштабироваться там по всем разным каналам набирать аудиторию вот возникает вот этот кратный рост для того чтобы дойти до кратного роста стартапом вот последнее там исследование читала им требуется в среднем два года что ли вот а и после этого начинается период кратного роста и там необходимо большое количество разных продуктовых команд которые будут заниматься оптимизацией метрик ну то есть даже в принципе внутри этих команд будет не супер какая-то креативная работа а ты вот будешь просто заниматься оптимизацией там конверсии в какой-то вот узкой части для некоторых оптимизация конверсии это супер креативная работа тоже правда то есть каждый мне кажется если там давать какой-то совет имеет смысл возможно просто набраться опыта и поработать в разных контекстах возможно даже в одной компании но в разных контекстах с разными задачами и решить для себя что что больше подходит больше подходит стабильность тогда лучше идти в уже существующий продукт с понятной как бы аудиторией либо больше интересует не стабильность там творчество креативность постоянное как бы экспериментирование какое-то да тогда лучше идти просто в стартап а не в корпорацию потому что в корпорации как бы то ни было вы столкнетесь с отчетностью с статусными репортами с выделениями бюджетов то есть все то что по сути тормозит инновации да ты так здорово рассказываешь прям чувствуется такая наша экспертная позиция уже такое просто как бы у тебя есть карта и я задаю вопрос а ну смотри ну тут вот так а очень часто лично я сталкиваюсь с тем что продукты приходят опять же окей даже из корпорации говорит мне сказали написать стратегию что это вообще и вот тут интересный вопрос что вообще делать в этой ситуации человеку куда бежать самый висячий совет здесь успокойся дышите не делать резких движений ну кстати в этом есть тоже смысл не делать резких движений стратегия она вот там по щелчку пальцев редко рождается да опять-таки что за продукт насколько хорошо вы понимаете предметную область у меня есть ну некий такой авторский фреймворк с чего лучше начинать понятное дело что стратегия является следствием диагностики очень хорошей диагностики того что у нас есть сейчас а если сейчас ничего условно нет вот знаете тоже такая ситуация бывает что в компании запускается вообще какая-то просто идея есть да и нужно ее каким-то образом структурировать вот то имеет смысл провести диагностику и исследование чтобы в принципе найти инсайт для стратегии потому что стратегия это большая гипотеза такая биг-бет в которую мы все должны поверить то есть это та самая большая мечта которая еще и большим мотиватором является мечта обычно основана на вере а стратегия вот эта гипотеза она основана на аргументах и поэтому когда мы там разрабатываем стратегию очень важно найти правильный аргумент и вот с этим как раз многие cpo и сталкиваются с трудностями найти правильные аргументы потому что стратегию не нужно не просто уметь создать ее еще нужно уметь защитить об этом часто забывают то есть условно рисуют какую-то презентацию планы даже там условно там бэклог даже даже прям бэклог прототипы и считают что вот это стратегия на самом деле стратегия по сути представляет собой эту гипотезу вот мы знаем что любая гипотеза имеет что измеримый результат и под собой она имеет определенный эксперимент только здесь мы говорим про такие аргументы которые являются стратегическими ну то есть в отличие от какой-то низкоуровневой продуктовой гипотезы эта гипотеза более сложная потому что она относится прежде всего к бизнес-модели а в этой бизнес-модели она имеет большое количество там предположений в себе включает в себя ну вот и вопрос которым там столкнется вот этот хиппиот он столкнется с вопросом почему мы должны тебе верить почему мы должны тебе давать деньги возможно в первый раз когда у него есть еще доверие от предыдущих проектов ему дадут деньги просто потому что у него есть как бы бэкграунд он доказал свою компетентность вот а если его нет этого бэкграунда то придется приводить аргументацию и вот в поиске правильных аргументов как раз и основная сложность возникает потому что их недостаточно их просто придумать их можно обнаружить за счет анализа за счет диагностики за счет исследований да привести желательно с какими-то цифрами и данными потому что как и ты я в принципе являюсь пропагандистом подхода основанных на данных на там метрик если у этого человека нет для этого ни контекста ни ресурсов а вообще ничего нет то есть вот тот один да то создать жизнеспособную стратегию очень будет сложно она будет разваливаться на кусочки потому что как раз не будет хватать четкой аргументации я тебя слушаю и ну наблюдала участвовала помогала ребятам делать стратегию и видела очень часто что на этапе аргументации не то чтобы аргументы слабые там те же числа мы в них верим но топ-менеджмент который получает эту стратегию он просто даже слайды так перелистывает я не верю всегда или а ну ну да есть проблемы ну че меня они не волнуют и ты понимаешь что ты пришел поздно что ты пришел с этой презентации а нужно было до того как ты ее делали там во время сидеть рядом с этим топом вот если бы была такая возможность да и считывать с него сигнал снимать вот что он хочет это вообще возможно как это вот вот о тебя безопасности или тебе просто чуйка нужна чего хотят топы смотри вопрос очень правильный вообще есть такой термин co-creation то есть совместное создание стратегии это никогда не игра в одиночку для того чтобы реализовать эту стратегию реализовать требуется команда и спонсор вот этот топ менеджмент он в принципе чаще всего является спонсором тут есть просто в таких крупных компаниях есть проблемы с этим потому что во первых это доступ к этому телу он крайне ограничен зачастую то есть с ним мы видимся только на защите и на защите оказывается что оказывается да там совершенно другая другая вообще была идея другие аргументы и так далее и вроде бы логично что имел смысл поговорить с ним раньше но возможно у создателя стратегии вот у этого cpo там или синера у него не было физической возможности и это так часто бывает ну вот поэтому приходится уйти на второй раунд на третий раунд я там была свидетелем ситуации к стратеге защищалась чуть ли не там шесть месяцев что там уже уже все изменилось на рынке все уже вот а они все еще защищают и все еще им деньги не выделяют но это нормально да нет это абсолютно это скорее симптом немножко другой проблемы связанные вообще с процессами принятия решений в компании это нужно лечить и лечить на другом совершенно уровне вот дальше дальше если говорить про вообще аргументацию естественно нужно поговорить со всеми имеет смысл защитить еще ее до формальной защиты послушать все эти аргументы ответить на них тут вы можете столкнуться с тем что оказывается что у там допустим у вас есть внутри компании конкуренция за ресурсы часто и в итоге там да есть люди которые напрямую не заинтересованы в вашем проекте ровно только потому что они претендуют на те же самые ресурсы что и вы и да они будут там излагать свои аргументы почему их проект лучше там да это вот такая борьба она всегда присутствует всегда она очень сильно выматывает зачастую вот поэтому стоит подготовиться заранее потому что узнать вот кто эти компоненты узнать да потому что как в любых переговорах защита это все равно переговоры у вас должен быть какой-то козырь в рукаве какой-то рычаг воздействия который бы давал вам преимущество если его нет будет сложно ну да подержу очень часто слышишь в итоге а вот вы там собирались запускать чего же не запустили а у нас в компании еще пять человек она делает и так ну да да классика корпорации ты упоминала Кристенсона я его знаю как автор книги стратегии жизни людей мне всегда казалось что люди которые обладают стратегическим мышлением или вот они стратеги это прям самые ну я поделюсь своим ощущением самые счастливые люди потому что они уже все четко знают у них roadmap они там правильные цели поставили правда ли это так вообще как вот ты смотришь на свою личную жизнь или на жизнь других людей вот именно просто карьера там не знаю в какой компании работать вот это все сюда применимы ли методы стратегии помогают ли они там сказать что моя жизнь у меня расписано да 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 сколько у меня осталось там не знаю на 50 лет вперед я так и не могу сказать вот и кстати стратегия меняется вот тоже нужно отметить что у нее есть свойство валидации да и потом изменений да никто не понимает что может какой внешний фактор может повлиять на жизнь да и как там я условно отреагирую на этот фактор вот если говорить про жизненную стратегию мне честно говоря мне очень нравится это слово применительно к самой жизни вот скорее у меня есть определенный набор принципов которым я следую следую каких-то таких истин связанных с моими ценностями ну если переложить это на язык компании то это можно сказать миссия видения и затем есть стратегия но на стратегии на уровне года или трех лет да где более-менее я понимаю в каком направлении нужно двигаться каких целей я хочу достичь вот все что в перспективе например лет 20 то это очень запаздывающие такие долгосрочные метрики да я там хочу чтобы я была здоровы хочу чтобы мои дети были счастливы ну то есть и это такая долгосрочная миссия цели которым я стараюсь следовать вот с другой стороны есть какие-то внешние факторы на которые приходится реагировать и стратегия может модифицироваться под их влиянием вот сейчас пока я себя очень хорошо чувствую в плане того что у меня нет конфликта внутреннего самой собой и мне кажется что это очень хороший показатель именно жизненные стратегии когда ты согласие живешь с собственным внутренним я то есть на уровне мира ощущения меня все устраивает и такому состоянию я как раз и пытаюсь постоянно стремиться да и и вот если я начинаю чувствовать дискомфорт именно внутри то для меня это признак того что мне нужно порефлексировать что не так да чем я недовольна ну то есть у тебя метрика метрика твоей такой правильный опережающий показатель опережающий показатель правильной стратегии это отсутствие внутреннего конфликта здорово а ну наверное у каждого человека есть свои какие-то там понимания да вот кто-то там по телу ориентироваться кто-то по настроению я последнее время увлекаюсь ну вообще на самом деле всю жизнь увлекаюсь тем что наблюдаю за предпринимателями фаундерами и вот смотрю как бы в чем их фишка личностная что позволяет им делать крутые бизнесы и последнее время мое искажение мой байс в том что они все говорят ну почему меня не смогли обогнать конкуренты ну вот из последнего это интервью с Иваном Хохловым основателем вот он там выделяет свою ключевую черту это стратегическое мышление очень часто именно ее выделяют крупные там руководители но дальше ты всегда слышишь именно же от этих людей такое добавление и я очень часто меняю стратегию вот как ты вообще видишь действительно ли очень часто смена стратегии это стратегическое мышление и почему очень действительно вот часто встречается что топ-менеджеры которые себя называют стратегами склонны говорить все концепция изменилась мы плывем в другую сторону я не могу сказать что они склонны к такому мышлению я наоборот замечаю что чем там старше становятся топ-менеджеры тем больше присуща вот эта ошибка выжившего вера в то что нет я все правильно делаю ничего мы не будем менять мое мнение самое правильное и все такое прочее да то есть такое вот безапелляционность скажем так вот если говорить про изменение стратегии как признак стратегического мышления нет я так не считаю я считаю что валидация то есть постоянное тестирование своих установок вот это является признаком системного мышления потому что мы понимаем что как бы то ни было компоненты бизнес-модели они меняются с течением времени то есть сама бизнес-модель может меняться модифицироваться потому что она как раз и является зачастую тем конкурентным преимуществом которое которое защищает да от конкурентов действий конкурентов но для того чтобы она была жизнеспособна это означает что нужно постоянно ее валидировать сталкивать с рынком вот поэтому если говорить про вот это вот качество то мне очень нравится качество это задавание правильных вопросов и системности структурирования ответов на них вот это очень хорошее качество и ему следует поучиться то есть это как раз тот самый навык о котором ты говоришь который можно развивать даже если да это очень хороший навык смотреть в суть вопроса добиваться ясности несмотря ни на что ну самое там если говорить про практически какие-то советы вот представьте себе что вы сидите на встрече на встрече там еще присутствуют 20 человек и у вас синдром самозванца то есть вы понимаете что ой наверное здесь куча людей которые знают намного лучше чем я там да что я буду со своими вопросами лезть вот я всегда говорю начинающим особенно продуктом не бойтесь задавать вопросы если вам что-то непонятно ну прям с позиции что я чего-то не понял да можно даже признать я не понял почему да как вы пришли к этому к этой точке зрения там рождается как раз истина она рождается вот в этом диалоге поэтому нет неправильно как бы заданных вопросов вопрос имеет смысл задавать а потом рефлексировать над ответами ну то есть вот это постоянный процесс постоянный процесс познания этого мира и вот это очень важное качество суперсила которая отличает лидеров от ну просто исполнителей скажем так желание узнавать новое особенно в нашем динамичном мире постоянное обучение это прям очень круто и очень мало людей способны на это да я тебя поддержу потому что действительно на личном опыте ну действительно такие успешные топ-менеджеры это были те самые люди которые всегда вставали и говорили в середине митинга я один тут ничего не понимаю и казалось бы да он же он же топ а это очень еще опасный вопрос потому что ты же по сути ставишь вопрос статус у кого да да это 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 иногда просто их эти вопросы не задают потому что опасаются за ну как бы за свою вот позицию тогда я позволю себя сейчас прям протестировать это давай смотри чего я не понимаю про стратегию продуктовую что мне кажется пока сейчас из того что я видела в компаниях это такая больше бизнес история вот какой у нас рынок вот значит какие мы и какая там не знаю у нас мы сейчас продавали поштучно пошли значит в подписочную модель то есть изменили бизнес модель а продукт все таки его там тоже куча определений непонятно что это так же как и продукт но все таки это явно что-то другое вот так это что-то другое это точно не только бизнес модель и вот интересно узнать а что такого еще дополнительного есть в продуктовой стратегии чего нет в обычной бизнес стратегии или это то же самое например да очень хороший вопрос дело в том что существуют разные типы стратегий то есть с одной стороны есть вот эта бизнес стратегия где она может включать в себя портфель кстати продуктов не только один продукт то есть это вообще в принципе про компанию значит куда мы идем как компания какая у нас будет бизнес модель как компании например она декомпозируется как раз на продуктовую стратегию потому что компания может много продуктов много направлений различных да и вот условно эти запаздывающие показатели такие как выручка прибыль у компании в нее контрибьютит куча направлений поэтому имеет смысл декомпозировать стратегию до стратегии продукта здесь вот конкретно продукт своей бизнес моделью дальше сама по себе продуктовая стратегия она тоже может декомпозироваться потому что бизнес модель мы знаем да она имеет определенные элементы то есть там есть с одной стороны вот это вот ценностное предложение функциональная стратегия туда как раз относятся киллер фичи бэклог вот это все там есть монетизация вот как раз ты упомянула подписочная модель транзакционная это связано с монетизацией там есть например дистрибьюция продажи то есть это может быть стратегия продаж и маркетинга привлечения то есть там есть еще спайпот стратегии поэтому правильный вопрос на который здесь стоит там задать это где ваша зона ответственности то есть зона на которую вы можете влиять если вы там топ-менеджер SEO то вы влияете на стратегию бизнес стратегии вам нужно понимать как вы добьетесь вот этой вот успеха компании если например продакт который отвечает за допустим монетизацию то понятное дело что от вас требует там задает вопрос как мы будем растить LTV например да что для этого нужно сделать и тогда ваша стратегия ваша зона ответственности компетенция это как раз стратегия связанная там с монетизацией с этой частью бизнес модели я знаю что очень часто именно в этот момент когда возникает вопрос где моя зона ответственности люди сталкиваются с внутренним конфликтом потому что ему говорят LTV и кажется что его зона ответственности это монетизация но он уже прочитал что такое продукт стартапы комбинаторы какие-то модные курсы и я при этом его очень понимаю что это супер интересно узнать в чем ценность почему клиенты нас любят какая киллер фича и вот как какой у тебя есть может быть если есть рекомендация как быть с этим внутренним конфликтом то есть оставаться в этой компании или все я ухожу в стартап или вот как дальше быть ну смотри когда человек приходит в компанию он не может отвечать за все увы или наоборот собственно собственно в компании мы же знаем да что специализация является очень эффективным способом снижения накладных расходов для компании и ровно поэтому возникают продуктовые команды например это команда которая отвечает за какую-то часть продукта зачастую если продукт большой если компания большая вот и у каждой продуктовой команды есть свои цели и как следствие стратегия достижения этих целей тут есть проблема с которой столкнулся твой герой это проблема которая называется как взаимозависимость целей очень часто бывает так что чтобы добиться успеха нам нужно повлиять например на соседнюю команду или на условно их быклоу да вот для этого нужно договариваться с ними в принципе нет ничего ужасного если есть человек со стратегическим видением который понимает как системно там улучшить продукт но у него просто нет на это полномочий и поэтому если такая ситуация возникла то имеет смысл подти к своему руководителю эскалировать этот вопрос я придумал гениальную идею как нам стать там супер крутым бизнесом да и может быть эта идея действительно сработает но просто люди не до конца осознают принципы иерархии в компаниях в корпорациях вот поэтому как я еще и как я сказала до этого нужен рычаг влияния вот этот рычаг влияния и можно заручиться топ-менеджмента зачастую и возможно создать инициативу которая будет кросс-функциональной и которая будет пронизывать много продуктовых команд действительно придет к успеху вот я тебя слушаю у меня внутри такое резюме рождается что полномочия это не мое какое-то там наследство да это мой ресурс я могу его как-то там эскалировать делегировать ну то есть с ним взаимодействовать не только присваивая себя ну действительно это так это ну что такое полномочия я вообще против такого понятия как полномочия в целом да понятно что есть некоторые принципы подотчетности но это не равно полномочия принцип подотчетности подразумевает что если ты принимаешь какое-то решение которое влияет не только на тебя но и на кучу других людей имеет смысл это решение согласовать со всеми договориться с этими договориться да ну вот а не вставать такую позицию жертвы у меня не хватает полномочий да смотри все-таки хочу вернуться к теме Кристенсен стратегии жизни людей потому что я когда эту книгу увидела увидела название я подумала так сейчас все там мне расскажут я прошла и так а ну что-то понятно придется думать вот вопрос такой ты сейчас консультант то есть ты сейчас не работаешь в найме и на самом деле это ролевая модель для многих кто там тебя читает и кто приходит на твои курсы потому что кажется что вот оно счастье и при этом есть разные стратегии там выхода опять же вот в свободное плавание можешь ли ты поделиться почему для тебя это правильное решение как ты сейчас звучишь и с какими трудностями ты столкнулась при его принятии ну на этом этапе жизни скажем так это решение меня устраивает потому что меня надает нужную мне в этот момент гибкость я сама себе хозяин ну можно сказать там соло предприниматель вот и такая модель сейчас для меня с учетом там определенных жизненных обстоятельств максимально комфортно вот если давать какие-то советы как это сделать то есть это не происходит вот в один момент то есть пришла мысль и я это сделала дело в том что я достаточно долго к этому шла но если там с практической точки зрения идеально если бы у вас была аудитория единомышленников потенциальных клиентов у меня она есть и мне ее хватает для того чтобы в принципе реализовывать весь свой там накопленный потенциал это и консультации и стратегические сессии и проведение курсов вот обучение то есть мне это в принципе вполне сейчас там я загружена так же как я была бы загружена в найме вот но я к этому достаточно долго шла то есть если там вспомнить когда ко мне эта мысль пришла то она пришла мне кажется лет восемь назад когда в принципе я осознала что ну и мне нравится например преподавание и у меня началась история своей школы экономики мне понравилось брать какие-то там проекты какие-то личные консультации проводить постепенно постепенно я наращивала аудиторию своего телеграм-канала да и поэтому когда я вышла полностью из найма я была уже подготовлена к этому у меня не было стресса такого что вот что мне сейчас делать да где брать клиента да и поэтому рекомендация такая что опять-таки если вот стратегически посмотреть то задумывайтесь что у вас должно быть к моменту когда вы будете непосредственно предпринимать очень часто я слышу как раз от людей в найме от продуктов что так ну сейчас я уволюсь там консультант займусь действительно почему-то на рынке есть иллюзия что стоит тебе шагнуть за пределы компании и там уже совершенно другой прекрасный рынок фриланса и все тебя ждут вот у тебя такой же опыт или все-таки вот как ты говоришь нужна аудитория нужно как-то вот подготовиться к этому это бизнес-модель точно никто не ждет вот у вас должно быть какое-то конкурентное преимущество ну по сути доверие я бы сказала так если мы говорим про рынок консультирования так как у меня не было много миллионных бюджетов на рекламу то понятное дело что у меня нишевый как бы бизнес он связан с конкретной нишей в частности вот все что связано с продуктовой стратегией для прежде всего cpo и команд которые хотят ее создать это не такой большой рынок на самом деле то есть он достаточно компактный причем с учетом того что в первую очередь я консультирую продакт менеджеров вот людей продуктовых поэтому кажется что вот это преимущество нужно очень хорошо сначала понять и для меня если говорить про мой конкретный случай то прежде всего это доверие связанное с тем что люди когда смотрят на мой контент они интересуются начинают доверять приходят затем проводят со мной пару консультаций потом понимают что да это им действительно нужно и уже там мы с ними работаем в какой-то долгосрочной проектной перспективе ну да то есть такая уже воронка ты расписываешь стратеги ну это воронка да ну а как по другому то есть это работа это такая же работа как в найме на требует и ресурсов и усилий ничего просто так не случается и даже если допустим допустим вы были супер звездой в найме нужно понять что когда вы выходите в предпринимательство у вас может быть не быть тех ресурсов которые у вас были в найме у вас нет команды зачастую у вас нет денег корпорации инструментов да инструментов бесплатных зачастую этого всего нет и поэтому это совершенно новая среда с которой нужно начинать дружить то есть подстраиваться под новые как бы факторы которые возникают очень часто я помню что у меня тоже была эта иллюзия когда я еще была в найме людям кажется что если ты сейчас выйдешь в свободное плавание в консультирование то это точно сто процентов твой путь в work life balance вот как ты сейчас ты видишь уже по своему опыту я могу сказать так что с точки зрения управления временем своим мне намного проще стало жить ровно потому что я избавилась от бесконечных встреч в календаре статус знаешь вот да когда нужно коммуникация нужна просто для того чтобы выровнять там всех относительно какого-то вопроса и так как я уходила с руководящей позиции то очень много было всего что связано как раз с с донесением статуса в коммуникации вот это всего вот убеждения сейчас мне не нужно никого убеждать ну только клиентов по сути да но надо мной не стоит какой-то начальник и руководитель и мне стало проще жить я сама себе хозяин вот поэтому это влияет на мой work life balance положительную сторону с другой стороны нужна определенная дисциплина связанная с тем что окей хорошо там вы два дня можете не работать да у вас какие-то там личные дела но при этом имеет смысл понять что там все равно нужно там вклад расписывать как бы выделять свое время на рабочие задачи да и это иногда сложно бывает вот то есть подстраивать там по-другому выстраивать свой график да ну в общем резюме такое что вроде бы как там больше гибкости но и вызовы тоже есть да а как тебе живется с тем что все-таки в найме ты живешь на стабильности какой-то пусть она там тоже иллюзорно но вот есть же это ощущение что вот там зарплата пришла и дофамин вырос вот а тут ты постоянно вот не знаешь да будет еще еще проект там и клиент вот как тебе в нестабильности живется действительно я соглашусь с тобой что доходы стали менее прогнозируемы это так совокупно наверное ничего так сильно ничего не поменялось вот вот но неопределенность стала больше тут я могу посоветовать чтобы была какая-то подушка безопасности и это раз во вторых нужно сказать что я отвечаю не только за себя я отвечаю еще и за семью детей да которых нужно обеспечивать поэтому наверное здесь чуть сложнее было психологическим плане потому что мне было важно не уронить их уровень жизни вот но соответственно жалела я ли об этом решении когда мне не приходило два раза в месяц смс нет не жалела да нестабильно все в порядке вот было бы здорово все-таки какие-то основные жизненные потребности закрыть до момента из найма вот ну тут тоже все очень сильно зависит от характера там от индивидуальных особенностей понятно спасибо будем тогда завершаться очень здорово ты мне по крайней мере объяснил что такое продуктовая стратегия и стало понятно что вообще говоря стратегия это не что-то такое вот вот у него есть а у тебя нет вот этого в голове что ты можешь это себе положить в голову и очень большое спасибо что ты искренне поделилась тем что такое жить в не найме но я тоже во вне найме но я знаю что многим людям очень интересно туда заглянуть наверное напоследок хотелось бы у тебя спросить какие ты дала бы рекомендации людям которые хотят научиться стратегически мыслить так у нас сейчас опять да шушут и не влез пока рекомендации есть два типа рекомендаций обычно спрашивают с кого почитать ну наверное я здесь посоветую ключевых стратегов это Майкл Портер это Кристенсен это Роджер Мартин чтобы так немножечко ликвидировать безграмотность в этом направлении если говорить про стратегическое мышление то наверное я всегда рекомендую идти от клиента как бы то ни было все равно понять кто ваш клиент какие у него есть потребности и переложить эти потребности в ценностное предложение а дальше задать вопрос а как мы добьемся успеха и вот когда мы даже такие сессии проводили с командами вопрос как мы добьемся успеха и вот если за столом сидит 10 человек у них всех разные ответы это очень интересно потому что это возбуждает дальнейшее обсуждение а почему ты так думаешь соответственно почему я говорю что стратегическое мышление это навык который можно выращивать как и кругозор кстати потому что как только вы собираете разные точки зрения возникает любопытство а почему кто-то так мыслит кто-то по-другому то есть какие там есть первопричины какие у них есть аргументы поэтому ключевой вопрос почему а потом синтез всех этих точек зрения и понимание наверное для себя создание своего собственного видения вот завершая хочу сказать что отличает с моей точки зрения лидеров от исполнителей у лидеров есть своя собственная точка зрения то есть тебе нужна своя собственная точка зрения но она будет сильной если она синтезирована конечно да она она должна быть не просто идеей какой-то в ней должна быть очень структурная аргументация вот и которую не стыдно значит выложить на стол и тогда мне кажется в принципе есть все шансы на успех здорово спасибо тебе большое была рада еще пообщаться надеюсь что не последний раз мы здесь видимся вот что ж желаем вам быть лидерами и синтезировать ура да ура ура да